Рождественское настроение Рождественское настроение Выиграл Белоруссию, Швейцарию вроде бы, я так помню Ну смотрел, но так вот, чтобы все матчи нет Но игра более-менее, ну не повезло Только уже статистику К сожалению, одну всего лишь игру посмотрел в лайве Но впервые они остались без призов, я считаю слабо Ну, я считаю, что наша сборная выступила в свою силу, потому что, ну, таких лидеров хотя бы как капризов год назад в этой команде не было. А Костин, наверное, еще слишком молод, потом эта травма, за которой он почти год пропустил, наверное, даром не проходит. Не все матчи США не успел посмотреть, 4 утра было. А так, в общем, понравилось, как вот сыграли. Мне кажется, это ниже своего уровня выступило. Мы очень сожалеем, что рано вылетели до четверть фернала. И, как говорится, с эляви. Знаете ли вы, какое место заняла молодежная сборная России в Баффало в 2011 году на чемпионате молодежного мира? Это как раз финал состоялся 5 января. По-моему, первое место. Не помню дату, но последняя игра в Баффало. 5-3 наши выиграли, проигрывая 0-3 в третьем периоде вышли. 5 шайб забили и выиграли. В первом месте, когда Панарин, Кузнецов играли. Конечно, первое место выиграли Канадцы в 5-3. Очень исторический матч был, конечно. Первое победили в финале Канаду, проигрывая 3-0 по ходу первого периода. Я смотрел игру в прямом эфире. После двух периодов на 0-3 проигрывали, 5-3 выиграли, поменяв в ротаре. Проигрывали 2-0, по-моему. 3-0. И выиграли. Первое. С кем играли в финале? С Канадой. И как сыграли? Так, летели 3-0, насколько я не ошибаюсь, выиграли 5-3. Тогда непосредственное участие два игрока в «Витязе» приняли в этой победе. Один из них дубль сделал, один забросил пятую шайбу. Панарин. А пятую шайбу в составе нашей команды кто забил? Этот игрок играет в составе «Витязя». Кто это? А кто же это у нас? А не этот? Не Головков? Или он еще молодой? Нападающий. Нападающий? Никита. Никита. А второй не помню, кто забил, честно. 69-й номер. Нет, не Романов, сейчас. В Двуреченске. 69-й. Ладно, купи программку, в ней прочитай. Кто 69-й номер? Затрудняемся ответить. Номер 69. Никита. Никита. 69-й номер. Двуреченский Никита. Он пятую шайбу забил. Да, она очень большую роль сыграла. Там могли нас в конце и дожать. Ваши пожелания в Рождество любимой команде? Только победы. Витязь вперед, только победы. Верим. Кольких побед. Первое место. Верим. До последнего в плей-офф, чтобы попасть. Будьте здоровы, пожалуйста. Самое главное. Будьте здоровы, занимайтесь спортом, болейте, зовитесь. Больше побед. Все, самое больше побед. Выиграть ЦСКА. Что в этом году как можно больше шайб и как можно больше побед. Команде, чтобы она не унывала и все силы приложила, попала в плей-офф этого розыгрыша. Ну, что витязь вперед, и мы победим. Витязь вперед. Будем болеть. Нам очень нравится эта команда. Ну, сезон как бы не очень успешно прошел по сравнению с прошлым. Но надеемся. Впереди следующий сезон будет. Все игроки нравятся. Нравится. Вратарь нам Игорь Сапрекин очень нравится. Ну, вот вратарь растет. Заменит смену. Готовим смену, Витязь. Хотелось бы пожелать, чтобы ребята, оставшиеся 9 игр, сыграли для болельщиков. Чтобы они не были проходными. И вот те же матчи, как сегодня с ЦСКА и домашние игры с «Ладой автомобилистом» не выглядят товарищескими. Субтитры создавал DimaTorzok